Здравствуйте! Это универсальный формат и Юлия Чернеева. Вас приветствуем и желаем хорошего новогоднего настроения. 30 декабря на календаре даже не верится. Вот так вот закроешь глаза и проносится весь этот 2015-й. Всякие его интересные моменты, веселые, не очень радостные, связанные с личной жизнью, с работой. Ну, в общем, друзья, не хочется сегодня о чем-то серьезном разговаривать. Хочется вас уже начать заряжать новогодним настроением, качественно, весело и, естественно, с помощью настоящих профессионалов своего дела. Если вы сейчас, может быть, уже находитесь в отпуске, в отгуле или вас просто отпустили с работы, вы веселый, счастливый человек, присоединяйтесь к нашей честной компании. Давайте узнаем, кто же сегодня стал нашими гостями. Итак, внимание, друзья, с нами здесь самая веселая Снегурочка Самары. Шоу-ведущая Елена Потапова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Так, с нами здесь Дедушка Мороз с балалайкой. Дед Мороз, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. И солистка ансамбля «Гуляночка» Олеси Леонтьева. Олеси, здравствуйте. Здравствуйте. Честная, веселая, а главное, яркая. С хорошим настроением компания у нас сегодня собралась. Ну, Снегурочка, давай мы с тебя начнем. Что же самое, может быть, яркое, запоминающееся было в этом 2015-м? Ну, вообще, год был на самом деле противоречивый в каких-то моментах. Да, непростой год, но хочу сказать вот лично за себя, почему я не унывающая, вообще веселым людям везет, наверное, по жизни. Поэтому в этом году лично у меня очень большое событие произошло. Я купила квартиру. Ура, это прям все. Да, в элитном районе, в доме, в общем, все как мечтала, моя мечта осуществилась. Я купила машину, купила тоже. Вот это год урожайный. Да, у меня очень плодородный год, и благодаря, наверное, усилию, благодаря моим очень таким заветным мечтам, все исполняется, старанием, вот, ну, и, конечно, друзьям, близким, знакомым. Всем-всем-всем спасибо большое. Дедушка Мороз, ну, будем сейчас, я так понимаю, тебя хвалить за то, что хотя бы спохватился ты к 30 декабря с погодой. Что же самого такого запоминающегося было для Дедушки Мороза в этом году? Я так понимаю, что Дед Мороз из Великого Устюга приехал, руку пожал и уехал дальше. Но в Самаре-то дела остались. Что было яркого? А яркого много, на самом деле, всего было. А, но работы хватает. Исправляем погоду. Несмотря на то, что погода немножко не радовала нас в начале зимы, сейчас стараюсь, погоду налаживаю. Это для меня самое главное. Ну и подарки. Подарки самого-собой, Дед Мороз. Подарки самого-собой, но они пока ждут своих обладателей. Понятно, Олеся. Еще рано. Да, вот такая честная компания, так понимаю, все не просто так. Дружите, общаетесь, знакомы. Ансамбль Гуляночка. Вот я стыду своему могу сказать, что вас не знала до сегодняшнего дня. Но так, когда увидела вас в костюмах красивых, нарядных, поняла, что это прям упущение 2015 года. Что за коллектив такой, как давно вообще это все происходит и почему круг, как вот так вот у вас почти юбилей круги? Да, нашему коллективу недавно исполнилось 9 лет. В следующем году-то? Да. В следующем году мы будем отмечать юбилей 10 лет. Собрались единомышленники, как-то так встретились, нашли друг друга. На одной волне работаем, любим очень песни, народные песни, шлягеры, цыганские песни. От души все это исполняем. Народу нравится, а мы рады стараться для народа. А у меня такой вопрос. Что же вот, если брать не музыкальную, а такое личное, что интересного, яркого было, запоминаешься, в этом 2015? Может быть, какие-то были поездки, какие-то открытия, встречи, знакомства? Поездки, безусловно, концентрирование, безусловно, фестивали, выступления, различные концерты. Очень много всего яркого, даже сейчас не расскажешь. Ну а что за коллектив такой, Гуляночка? Кто эти люди? Кто эти люди? Это прекрасные люди. Безвожные скромности. Это профессионалы, да, своего дела. Все профессиональные музыканты. У нас музыканты играют на разных инструментах, то есть не только на одном инструменте. Например, боевист у нас играет и на балалайке, и контрабас. Кто играет на балалайке, и контрабас, играет еще и на гитаре, и на домре. То есть такие мультиинструменталисты, человек-оркестр. Да, кто играет на балалайке, он еще и прекрасный вокалист. Вот у нас прекрасный ударник новый в коллективе. Так что у нас ударный коллектив, я могу сказать. Давайте тогда сейчас мы посмотрим композицию вашу, какую-нибудь самую-самую яркую, зажигательную, а потом вернемся в студию. КОНЕЦ КОНЕЦ Ходила на охоту, хранила серебро. Сажала тонкий месяц, кустальное ведро. Деревьям жубы жила, дарила зланный путь, А после в лес спешила, чтобы в избушке отдохнуть. Потолок летяной дверь скрипучая, За шершавой стеной тьма колючая, Как шагнешься в порог всюду и не, А из окон порог синий-синий. Потолок летяной дверь скрипучая, За шершавой стеной тьма колючая, Как шагнешься в порог всюду и не, А из окон порог синий-синий. Ну вот мы уже всеми силами своими творческими, яркими, народными пытаемся создать то самое необходимое новогоднее настроение. Наверное, хочется, может быть, у каждого из наших гостей сегодня спросить о, может быть, самом ярком каком-то воспоминании с детства. Вот я могу сказать, что я Деда Мороза звала форточку. И в это время, пока я кричала «Дедушка Мороз», каким-то чудесным образом подарки оказывались под елкой. И валенки еще вставили, писали письма. Вот что-то такое с детства вспоминается ли? На самом деле, вы знаете, как ни странно, я в детстве не верила в Деда Мороза, потому что как бы... Такая грустная девочка была. Наверное, была с елочкой на елках и все знала. Вот, ну не знаю почему, как бы, может быть, я этого момента не помню, но с тех пор, когда вот я сейчас вспоминаю, да, я знала, что это дяденька, как правило, это был сотрудник с маминой работы, который переодевался в костюм Деда Мороза и приходил к нам домой, поздравлял и дарил нам подарки. Пришлось ли как-то по творческой деятельности пересекаться с Дедом Морозом, ну настоящим, с Великого Устюга? С Великого Устюга, конечно, когда он к нам приезжал в Самару, на площадь Куйбышева, мы с ним пересекались и увиделись, и я хочу сказать, что да, это впечатляет. Вот именно, что вот тут начинаешь верить. Да, настоящий Дед Мороз, и на самом деле, наверное, загадаю следующую мечту съездить в Великий Устюг в гости к Дедушке Морозу. Очень много говорят об этом в волшебном месте, поэтому, наверное, на следующий год обязательно я вот эту мечту свою осуществлю. Кстати, о приезде Дедушки Мороза в Самару. Наши корреспонденты это событие не могли пропустить, поэтому, естественно, площадь Куйбышева, хоть и было дождливо и как-то по-осеннему, может быть, зябко, тем не менее, главное, елочка зажглась, я предлагаю посмотреть этот сюжет, а потом вернуться в студию. Появление настоящего российского Деда Мороза как чудо. Об этом ребята мечтают и просят в письма к главному волшебнику страны. А таких посланий он получает около полумиллиона. Ответы для самарских детей Дед Мороз привез с собой. Первая по волшебству зажженная елочка в театре Самарская площадь. Здесь праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это момент будто из сказки, где все болезни уходят, а остается только радость и улыбки. Сегодняшний праздник, он особенный тоже для нас, потому что были ребятишки те, у которых по тем или иным причинам не совсем они комфортно себя чувствуют. Для детишек-инвалидов в этом году подготовлено еще достаточно много интересных мероприятий. С нетерпением Деда Мороза ждали маленькие пациенты первой городской больницы. Это Дедушка Мороз, за Морозом черки нос. Эту больницу Дед Мороз из Великого Устюга посещает ежегодно. Каждый маленький пациент получает сладкий подарок. Ребята под большим впечатлением. Мне весь сам понравился, он был красивый костюм. И он очень высокий, я хочу такой же быть. Он человек такой интересный, он с харизмой такой особой. Это же дети, они не умеют болеть так, чтобы болеть. То есть они должны радоваться. От этого происходит быстрее все, и выздоровление, и настроение. Ждали Деда Мороза и в Самарском цирке. Девчонки из танцевального ансамбля конфетти первым делом побежали с ним фотографироваться. Волнение не только от встречи с настоящим волшебником, но и перед ответственным выступлением. Мы будем танцевать рок-н-ролл, подтанцовку. Для жонглера. Мы учили его где-то за неделю. Две тысячи самарских ребят, которые в этом году добились особых успехов в учебе, творчестве, спорте, получили приглашение на городской праздник. Дед Мороз признается, дети удивили его и талантами, и безгранично позитивным настроем. Тут такие замечательные ребятишки. Глазки у этих ребятишек искорками светятся, лицо улыбками озаряется. И в преддверии Нового года для меня это самая большая хорошая награда. Вижу, что тут в Самаре ребятишки все счастливые. Совсем немного времени осталось до самого волшебного праздника, до Нового года. Этот праздник любим всеми нами с самого детства, потому что в этот день сбываются самые секретные мечты. А мы, как власть города, делаем все для того, ребята, чтобы вы хорошо развивались. Ванкрываем новые детские сады, строим спортивные площадки, спортивные комплексы, для того, чтобы выросли здоровыми, счастливыми, умными. С Новым годом, с Новым годом, с Новым годом! Ну, на самом деле, действительно, сказку нужно верить. И, коль у нас тут сидит официальный представитель Великоустиковского Деда Мороза, наш местный самарский Дед Мороз с балалайкой. Балалайка у него не просто так. Дедушка Мороз, ты умеешь играть на балалайке? Я учусь играть на балалайке, и хочу продемонстрировать то, что я научился. Играть мы можем с внученькой с внучкой частушку. Спеть. Буквально сейчас мы ее сочинили, поэтому ее... Есть волшебный бубен, я человек в музыке, только слушающий ее. Вот у нас есть тут замечательный человек, который может стучать профессионально. Что поем? Ну, наверное, споем на такую частушку новогоднюю, экспромт. Практически вот сочинилась буквально здесь, вот сейчас. Сейчас давайте. Дедушка, давай жги. Я сейчас только бороду поправлю. С Новым годом поздравляем, счастья, радости желаем. Дружно встанем в хоровод. Вместе встретим Новый год! Пошли тут, зрители, аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Олесь, ну вот если, например, говорить о воспоминаниях детства, что было такого? Письма ли, крики в форточку, волшебная лисичка приносила подарки. Как это было? Нет, это был Дед Мороз. Да, это был Дед Мороз. И я верила в него, верила. А потом, просто случайно увидела, как сосед дяди Юра одевает бороду. Кошмар. А в детстве? Да. А снежинкой? Сначала снежинкой. Потом уже профессиональный рост, карьерный рост. Потом снегурочкой, да. Получается, что, нет, серьезно, просто смотрю, голубые и светлые глаза, белокурые волосы, сам, как говорится, образ. И до сих пор приходится. Серьезно? Да. Радуем детей. Смотри, как много у тебя снегурочек в окрестностях тут, хорошо. А вот Дедушка Мороз, я так понимаю, все равно же был маленький когда-то. Писал ли он письма Дедушке Морозу другому, большому? Как вот появлялись подарки, если так вот в детство вернуться? Подарки появлялись как-то внезапно. Даже не знаю, кто это приносил и кто дарил. На самом деле, тоже не верил Деду Морозу. Меня ждут, да, слышишь, что это Дедушке Морозу? Абсолютно. Я сейчас просто не верил ни в Снегурочку, ни в Деду Морозу до определенного момента. Аб Снегурочку? И Снегурочку тоже. Не верил. Когда-нибудь. Ну, а может быть, тогда и сейчас какая-то вера-то появилась? Так я сейчас сам Дед Мороз. Не вижу, братья. Очень неожиданно. Соответственно, верю, раз я Дед Мороз. Часто ли бывает так, что вы артисты, и у вас там Новый год в полях, 31 декабря, 12 часов ночи, вы не дома? Вздыхает Олеся сейчас, вздыхает Дедушка Мороз и Елена. Последние лет 15 на площадках. У нас Новый год наступает уже после 31 декабря. Традиционно. Уже по-китайски отмечают. Скорее всего, да. Ну что, давайте, друзья, еще одну композицию для хорошего новогоднего настроения мы сейчас услышим в исполнении ансамбля «Гуляночка». Ну, алло, давайте, друзья, активнее как-то включайтесь, сделайте погромче. Для вашего все настроение это делается. Зажигаем. На лыбу на улицу солнца Нема, парни молодые, свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Эхо, матушка родная, дай воды холодной. Сердце мое так и кидает шар. Раньше я гуляла в селеном саду, думал, на улицу век не пойду. А теперь под вечер аж пятки горят. Ноженьки резвые пляски хотят. Я пойду на улицу, в детку пойду. Голосом с волки я и пропою. А я пойду на улицу, в детку пойду. Голосом с волки я и пропою. Матушка, слышишь, соломушка поет. 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 Есть ли у наших гостей, я не знаю, какое-то, может быть, заветное желание? Хочется все-таки узнать, о чем мечтаете, что как бы творите. Могу, например, нашим зрителям раскрыть секрет, что моя главная мечта – это то, что вы увидите в новогоднюю ночь на телеканале «Самаргиз». Это невероятный новогодний проект, который мы храним в строжайшей тайне, который мы снимали просто днями и ночами напролет специально для вас. Очень хочется, чтобы он вам понравился. Это моя главная мечта. Лен, ну кроме машины, квартиры, что-то еще есть в планах? Конечно, моя жизнь – это моя работа. Я очень люблю свою работу, то, что я делаю, приношу людям радость. Я дарю, я продавец эмоций, вот так скажем, да. Поэтому, помимо того, что я занимаюсь взрослыми прайсниками, да, банкеты, корпоративы, это понятно. Сейчас мне очень нравится детский тимбилдинг, вот такое направление. Вот, поэтому хочу его развивать. В будущем даже мечтаю о детской какой-то студии, да, детском центре. Дабы ребята пришли и смогли не просто поиграть в свое удовольствие, а получить из этого какую-то пользу. Например, прийти и в игре освоить какую-то профессию ребенку уже где-нибудь так с пяти лет, да. Понять. Да, уже понять, что, и родителю понять, что он хочет. Поэтому, приходя в центр, через игру он осваивает профессию фермера, профессию милиционера, полицейского, да, или профессию повара тут же, да. Здесь же с ним будут работать мастера. Вот махнулась-то с Егорычкой. Вот, ну почему бы нет? Вот мечта моя, мечта, это очень полезное, доброе дело. Я хочу этим заниматься, и я думаю, что эта мечта тоже в ближайшее время обязательно осуществится. Вот это да, Олеся. Ну что есть в планах? Выпустить сольный альбом с гастролями куда-то? Вы прям смотрите. Я да, я умею. У меня есть третий глаз. Да, да, да. Конечно, очень хочется. Очень хочется. Мне лично очень хочется, чтобы у меня состоялся творческий вечер. Ну, 10 лет коллективу. Тут уже хочешь не хочешь, а он должен состояться. Да, и 10 лет коллективу плюс 20 лет профессиональной творческой деятельности. С пеленок прям, да, уже творится? Ну, практически, да. Хотелось бы, конечно, чтобы творческий вечер состоялся. И все-таки, я в первый раз не сказала, пользуясь случаем, мне бы хотелось поздравить ансамбль «Гуляночка», всех ребят. С праздником, с 90-летием. Вот, пожелать нам, чтобы мы процветали. И сказать им огромное спасибо за то, что они рядом. Ох, Дедушка Мороз. Хочется, наверное, узнать, какое же есть заветное желание у музыкального Деда Мороза. У музыкального Деда Мороза желание далеко не какие-то заобувь. Не материальные ценности, главное, Дед Мороза. Так, квартиры машины вычеркиваем. Квартиры машины, это все дело наживное. Хочется такого баланса, равновесия, чтобы, естественно, материальный нож, не там, и высокого, но... Что бы потом на белочек, снежки... Творческого удовлетворения, соответственно, но... Ну, и чтобы у детишек были всегда подарки. Угу, вот так вот. Старайся, Дедушка Мороз. Я вот хотел в детском возрасте куклу, а у меня вот один раз на Новый год принесли в губной гармошку. Ага, ничего. Я вот помню это, как сейчас помню. Решим вопрос. Решим. Все, кукла ты кукла. Нет, губная гармошка вообще отличная вещь. Хорошего музыкального настроения желаем всем, тем, кто смотрит телеканал Самара Гиз. Ну, и, конечно, с наступающим Новым годом. Это самое главное. Берегите себя, соблюдайте технику безопасности. Это, я думаю, что, наверное, вам не стоит напоминать. Ну, и, конечно же, хорошего настроения, ярких друзей и близких, ну, не только в эту новогоднюю ночь, но и весь 2016-й. До встречи. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы на Новый год под елкой вы нашли то, что хотели бы. И неважно, каким образом Дед Мороз запихнет туда трехкомнатную квартиру или внедорожник. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мимо окон и ворот птицы мчатся сани Едет, едет Новый год тройки с бубенцами Снежок кружит над головой Мы весело, мы с песнями встречаем праздник свой Мы весело, мы с песнями встречаем праздник свой Вот снежинки харафот лодят над дорогой Едет, едет Новый год по стране широкой Снег, снежок кружит над головой Мы весело, мы с песнями встречаем праздник свой Мы весело, мы с песнями встречаем праздник свой Расступись вокруг народ, санем дай дорогу Едет, едет Новый год зажигайте елку Снег, снежок кружит над головой Мы весело, мы с песнями встречаем праздник свой 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 Эх! 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 Субтитры создавал DimaTorzok